Девушки отдыхают Их пройдет дальше и продолжит борьбу за призовой фонд 10 миллионов рублей А решать, кто оказался лучше в каждом из противостояний, будут наши судьи Он зарекомендовал себя как человек с уникальным танцевальным вкусом Поэтому от участников он вправе ожидать только стильных и проникновенных номеров Хореограф и режиссер Егор Дружинин Он пишет и исполняет самую модную современную музыку А теперь отлично разбирается и в новых танцах Певец и музыкант Егор Крид Каждую неделю ему приходится выполнять сложнейшую задачу Выбирать из сильнейших танцовщиков страны самых лучших Но пока что он прекрасно с ней справляется Постоянный член жюри нашего шоу Мигель Прекрасный состав, ребята Не первый раз вы работаете вместе И как показал предыдущий эфир, это было хорошо Нет, это было круто Вы готовы начать? Сто процент Мы начинаем Начинаем мы с дуэтов И я приглашаю первую пару А почему Дабл Ди? Данилин Дронов Всем привет, меня зовут Никита Меня Владимир Вместе мы и дуэт Дабл Ди Мы начали заниматься степом в городе Оренбурге А познакомились мы, получается, тогда, когда я пришел на степ Мне было до 11 лет Там Вовчик был С того времени мы вместе, так сказать, дэнсим Естественно, я на то время вообще не видел В 11 лет, когда я танцовал в Оренбурге Что у нас какие-то есть хип-хоп направления Да, мы не знали просто об этом Город маленький, не было там уж интернетов, телефонов, гаджетов Да, мы в своем замкнутом пространстве каком-то крутились Я вообще узнал, что еще есть какие-то другие танцы В 16 лет, когда поступил в колледж культуры и искусств Нам нравилось танцам Да, мы в своей кастрюльке варились А сейчас молодежь что? Для них как бы степ, ну это такое Что-то старое Да, стереотип, что это какой-нибудь Чарльд Чаплин Там, тики-тики-тики Нет, это все осовременяется Мы же двигаемся вперед, мы не стоим на месте Мы хотим дойти до финала Но тут вопрос о другом Дадут ли степистам дойти до финала? По моим историям, степ это так Берут в шоу каких-то на разок, на два край Зритель больше готов смотреть на другие направления Я не соглашусь Тут зависит от нас самих Вот как мы себя представим Зрители, если в нас влюбятся, то будем конкурентоспособны Рука тут права, ага Майка промокает, но мне не привыкать Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Егор Дружинин, как тебе справились они вот с чечеткой? Это так называется или степ? Как правильно? Как угодно. Безусловно, справились. И это очень технично, очень плотно. Мне только в этом танце немного не хватило танца. И у меня вот сейчас возникло ощущение, что вы устали, братцы, после этого номера. Вот так плотненько хоряшку себе навалили. Да, да, я видел, видел. Но хотелось бы, чтобы вы делали это легко, непринужденно, беззаботно, как если бы для вас это была бы просто легкая прогулка. И даже в таком направлении чечетки я все-таки очень ценю то, как работает второй этаж. А он у вас был немножко зажатый. В остальном все было на месте. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Егор Крид, как тебе чечетка? Второй и первый этаж. Необычно. А сколько этажей? Три, получается? Ноги, тело и голова? Три? Нет, ну второй этаж, все, что, видимо, происходит сверху ног. Над ногами, да. Над ногами. А все остальное это футворк? Не могу ничего сказать здесь в плане, что было не так и чего мне не хватило, потому что я не разбираюсь в этом стиле. Я тоже. Да, но мне понравилось. Это было необычно, что-то новое. Я вживую ни разу этого не видел. Единственное, чего я не понял, это как доносился до нас звук. То есть у вас микрофон на ногах? Микрофон, конечно. Маленькие микрофончики. Маленькие микрофоны. Трансмиттеры на поясе. Круто. Красавца. Спасибо. Интересно очень, правда, ребята. Мигель? Во-первых, вы у нас первая пара, кто танцует чётко. Вам аплодисменты. Спасибо за жанр. Во-вторых, клёво выступаете, мне понравилось. А в-третьих, дождёмся ваших конкурентов. Давайте дождёмся. Я не помешала? Вы кто такая? Чиновница из Москвы. Вон она, посуда на 12 тысяч. 12 500. Прибывает в Полярный. Строить мусорный поливон. Вот здесь. Но на краю земли такие вопросы легко не решаются. Соглашайтесь на компенсацию и уезжайте куда-нибудь подальше. Где потеплее? А где потеплее, что? Таких, как вы, нет. Это чё такое? Так даже лучше. И не угонят? Вы откуда все прилетели? Дождёмся ваших конкурентов. Карен, привет! Лунибой, привет! Привет! Я рад, что вы теперь дуэт. Мой дуэт Ронин и Луни Бой. Меня зовут Ронин, его зовут Луни Бой. Это мой менеджер. Все вопросы, пожалуйста, ко мне. Это Луни Бой, он танцует электродэнс. Суббит? 15 лет. Меня зовут Ронин, я танцую около 15-16 лет. Основное направление хип-хоп. Как-то зимой мы пересеклись на соревнованиях и как бы обмолвились. Да не зимой, зимой это было. Мы начали тренинг с декабря. Так а до этого же мы с тобой были? А, создание команды? Извините. Да, ладно. Что, здесь у вас не дверь, у вас команда? Ну, это так мы называем. Ну, это все условности. Это наше эго. Давай не будем тонуть в условности. Здесь у нас 10 на самом деле. Парни, улыбнитесь. Наши стили, они на разные аспекты тела направлены. Потому что у меня развита верхняя часть тела, а у него, наоборот, нижняя. Да, и поэтому, когда нас соединяешь, получается один очень идеальный танцор. Да, вот если соединить нас двоих, это просто топовый танцор. И характеры то же самое. Он опытный, спокойный, а я, наоборот, очень импульсивный, очень взрывной. Прикольно, когда ты с человеком, который вообще мыслит иначе и видит танец иначе. А ты говорил, что-то еще ты там, ради чего еще ты пришел. Разве ради денег и славы? Ну, деньги, в принципе, всем нужны. Всем это важно. Поэтому слава и деньги, это нормально, ради чего можно прийти на проект. Особенно, если ты. Не надо, брат, не оправдывайся. Просто слава и деньги. Слава и деньги. Все, я грязный козел. Думайте, что хотите. Да, так и надо. Так и надо. Конечно. Слава и деньги. 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 Вижу одобрение на твоем лице, Мигель Да, у вас сложился дуэт, сложился номер, все было круто Спасибо большое Егор Крит Мне выступление напомнило двух братьев, которые покорили весь мир Своими танцами Это Лес Твинс, если кто-то помнит, ребят Давно просто о них не слышно Очень крутые ребята И вы мне их напомнили, и это, наверное, все-таки комплимент большой Красавцы, крутое выступление у вас Егор Дружинин Мне как раз хотелось бы, чтобы вы были как единое целое Я даже не знаю, почему Я ценю каждого из вас по отдельности за ваш профессионализм Но на сцене ловил себя на том, что я слежу за вами по отдельности Хотя номер был проставлен именно на полном взаимодействии Но в любом случае я рад за вашу коллаборацию Мне нравится, что вы нашли что-то новое каждый для себя Луни Бой нашел партнера Карен нашел, видимо, какое-то новое направление в своем творчестве Прикольно, круто Я вас поздравляю Спасибо большое Спасибо Спасибо Ну что, к выбору, да? Зовем ваших соперников Такой красивый мужской баттл Мухился? Джентльменов и парней с улицы Ну что, к решениям Егор Крит, ты будешь первым Очень понравился степ Очень понравилась чечетка Но сегодня я заронил на и залонил Егор Дружинин Соглашусь, номер действительно хороший и яркий И по совокупности, наверное, он ярче Чем то, что показали ребята-чечеточники Но по технике то, что делали вы, было достаточно сложно И вы помните У меня были пожелания к вашему второму этажу Хочется посмотреть, сможете ли вы его расслабить И поэтому я пропускаю вас дальше Хочется поддержать жанр Спасибо, интрига Мигель Для меня здесь, ну, я просто хочу Очень быстро это сделать И поэтому скажу, что для меня Все-таки как один По моему мнению Единый организм Здесь выступали Ронин и Луника Парни, поздравляю вас Вы проходите следующий тур Дружинин подержал братишек До свидания Мы знали, что Чтобы мы не навертели Было бы хорошо пройти во второй тур Это мы так думали, что это наш максимум был Но Случилось так, как случилось А раньше, да Вроде не налажали Да, показали все, что хотели показать Да, собой остались довольны А то, что не прошли Ну Жизнь научила Не строить надежды На ТНТ, да? Особенно Наконец-то Больше не надо танцевать этот нот Да, уже полгода его танцую Все Все нервы Ради полутора минут И это Это шик Это блеск Это бомбически Да Дальше соло И я приглашаю первого участника этого баттла Здравствуйте Меня зовут Арина А сколько вам лет? Мне 16 лет А То есть, в принципе, девушка могла бы и с детьми выступать Ну, в принципе, да Но Арина уже подросла Это вот в прошлом и позапрошлом году Я просто знаю ее, поэтому Я с рождения, где-то с годика ношу суховые аппараты Родители всегда Всегда занимались моим развитием Моей речью Ариша с рождения плохо слышала И, конечно, мы поставили цель, чтобы она была обычным ребенком И шла, готовилась к общеобразовательной школе Мама меня в 5 лет отвезла в танцевальную студию В первый день я, конечно, ничего не понимала Не понимала, что вообще происходит Но мне как-то казалось, что мне это 100% понравится Мне как-то нравилось двигаться Мне нравилось слушать музыку Я, конечно, не подозревала, что танцы будут занимать столько времени Столько она будет этому посвящать Нет Если бы мне сказали 15 лет назад Об этом я бы, конечно, не поверила Особенно в нашей ситуации Но вот видя, какими семимильными шагами она идет К своей цели Я понимаю, что все возможно Видимо, все, что человек может задумать Наверное, ко всему может прийти Если действительно этого хочет Очень тяжело разобрать музыку Потому что бывают какие-то высотие ноты Я иногда бывает, что не могу разобрать то, что поют артисты Не могу разобрать текст песни Я готовлюсь постоянно Готовлюсь каждый день И в плане танцев, в плане хореографии Я не думаю, что мне будет труднее Она не чувствует себя уязвленной Обделенной в этом смысле Я думаю, что все-таки это благодаря танцам И активной, насыщенной жизни Ей некогда было скучать Или задумываться Так она слышит, так она слова произносит Я уверена, что если бы Не было бы такого Что я бы не носила слуховые аппараты Навряд ли я бы занималась танцами Возможно, эта судьба так решила Что если я ношу здесь слуховые аппараты Возможно, я должна как-то в этом развиваться Развивать свою речь Слушать музыку И двигаться под нее Слушать музыку Слушать музыку Афтоломус 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вообще не на 16 лет. Если честно, признаться, это, наверное, один из первых вайфингов, который мне прям очень сильно понравился. Ты сделала очень круто. Спасибо. И максимально, мне кажется, вот та грань манерности, она у тебя присутствовала, но она была больше, ну, заигрывания. И это было классно. Молодец. Спасибо. Арина, ты чрезвычайно обаятельная танцовщица. И мы всегда здесь что-то умничаем, мы говорим о технике, о контроле. И забываем о том, что обаяние – это такая же важная часть профессии. А главное – ей не научиться. Оно либо есть, либо этого нет. И когда я смотрю на тебя, мне все время хочется улыбаться и немножко плакать. И я не знаю, почему это со мной происходит. И это какая-то тайна. И я очень рад, что эта тайна сейчас здесь происходит, хотя бы для меня. Спасибо. Спасибо большое. Мы тебя провожаем, но ненадолго. Да, очень круто. Не так. Данц с вами, данц с вами, бауз. Я чувствую. Зрителю ТНТ после 11 вечера шумнеть можно. ТНТ-комедия. С понедельника по четверг в 11 вечера на ТНТ. Это, наверное, один из первых вакингов, которые мне прям очень сильно понравились. Арина, ты чрезвычайно обаятельная танцовщица. Встретим следующего участника. Привет, Полина. Здравствуйте. Сколько лет тебе? 16. У тебя нет носков, но будет контемп, я чувствую. Нет. Но будет что-то дерзкое. Да. У меня с детства было такое, я всегда вкладывала во все прям очень много сил. И в танцах у меня тоже всегда была такая манера, даже когда я танцевала хип-хоп, мне всегда говорили, что ты так вмачиваешь. То есть, ну, не везде же нужно прям супер-пупер на максимум. И тут я познакомилась с крампом. Я поняла, что, блин, это круто, вот эта вся энергия, вот я могу вложиться в движение, почувствовать вот это вот все. Я сразу начала заниматься крампом у Вадима Випхеда. Это один из топовых представителей крампа в России и вообще по всему миру. Я очень редко беру, скажем так, детей, да, но она меня убедила. Убедила своей какой-то такой целеустремленностью, и она очень большая трудяга. Теперь я в фэме Випхед, и я там самая младшая, принцесс Випхед. Там мы с институционным сидим, и мама, мы сидим сразу слева, куча, целая куча. Да, ты вторая, пойдешь, красота. Да, так что это, там, и поддержка, и все. У меня очень часто происходят какие-то соревнования, не обязательно в танцах. Постоянно мне нужно быть лучше кого-то. Соревнования меня всегда очень мотивируют. Она артист. Она выходит, она делает, она все помнит, все слышит. Она может быть недовольна после. Но я уверен, что это будет круто, потому что я не раз это видел. Соревнования меня всегда очень мотивируют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok 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 Допустим, и дома мне хочется все разорвать И я чуть-чуть... Ну я просто дергаюсь бешено, а ты делаешь красиво Спасибо! Ну что, приглашаем твою соперницу Девочки, спасибо вам большое! Это был отличный батл! Вам я не завидую, но нужно решить! Я могу сказать, что все очевидно Потому что твое выступление, конечно, суперярко И мне нравится, что ты при этом такая улыбашка на самом деле Но ты можешь раздать, если нужно Короче, ты артист с большой буквы И я думаю, что... Что решение в твою пользу должно быть очевидным Но... Я привык плыть против течения И выбирая между напором, техникой и шоу, который есть в твоем номере Я, тем не менее, Арин, отдам предпочтение твоему обаянию и твоему номеру Спасибо! Егор Крит Во-первых, девчонки, большое спасибо вам, что вы пришли Я рад, что я сегодня нахожусь в составе жюри И могу видеть ваши крутые номера Не хочется вообще между вами выбирать Потому что вы обе достойны пройти дальше Наверное, как бы я сильно не любил вакинг, но... Сегодня вот в этой баталии крамп мне был ближе по духу АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мигель Сложный выбор Аренка, очень внимательно за тобой слежу Мне поражает твое стремление танцевать Меня поражает то, как ты чувствуешь И как ты слышишь музыку Я знаю, что у тебя есть небольшие сложности с этим И ничего тебе не мешает для того, чтобы делать своё дело, делать его качественно и очень профессионально. Спасибо тебе большое за это. Но ты, Полин, решила меня сегодня даром речи. Полина проходит следующий тур проекта «Новые танцы». Ну, так. Ощущения вообще охрененные. Сцена крутая, поддержка была очень сильная. Там много моих знакомых сидело. Красота. Круто было. Главное, чтобы я была с собой довольна. Я с собой довольна. Видела я результат. Ты расстроилась? Надеюсь, ты не расстроилась? Немного расстроилась. Расстроилась? Потому что хотела показать побольше. Да. Мы Деки Творча. Деки Творч, ну, Деки – это моё имя. А творчее – это творческое. Нас, на самом деле, больше, но идет представлять даже творческую именно пять человек. Таких самых, наверное, уникальных, вот, интересных людей. Мы не прикованы к какому-то одному стилю. И, типа, мы каждый дополняем друг друга. Вот, это вообще. Атас. Артём. На самом деле, у него тело двигается. Я сама в шоке каждый раз, когда он танцует. Я реально смотрю на него и думаю, как это просто возможно. Я не хотела вообще ходить к Деке. Мне, на самом деле, не нравилось её творчество. Ну, как и не то, что не нравилось. Я просто не представляла себя в этом. Ева очень красивая. Я реально не знаю людей, которые так умеют тебе преподносить. И вот она себя знает на 300% и знает, как ей сделать так, чтобы она выглядела суперкруто. Маша. Я из Нижнего приехала в Москву и пошла к Деке. Она очень трудолюбивая девочка. Это один из тех людей, у которых далеко не сразу всё получается. Но они делают всё, чтобы у них получилось. Макс. Это вообще человек, который не с нашей планеты. Я из Вьетнама. Вот. Эмигрант, короче говоря. Это человек, у которого в приоритете все личные дела. Это поесть, поспать. Если у нас тренировка стоит в 10 утра, а у него стоит завтрак в 9.30, он опоздает на тренировку, потому что у него завтрак в 9.30 и по-другому быть не может. Егор. Деке, это моя девушка. Наверное, это тот человек, который, когда танцует, больше всех находится в моменте. С максимальной любовью относится к своему делу. Это очень круто. У нас пятеро. Мы крутые. Мы стильные. Таких, как мы, нет. Ни одна команда не похожа на нас. Почему бы нам не сделать это? Почему бы нам не выиграть проект? С самотонкой все понятно. Вау! Привет. Неожиданно. Вы лучшие! Я первое, что хочу сказать, это, наверное, большое спасибо, что вы принесли стайлак сегодня в эту программу. Это реально так. Вы очень круто выглядите, круто одеты. Надеюсь, что так же вы и танцуете. Егор, а как называется команда ваша? Деки Творчо. А где сама Деки? А Деки там за сценой стоит. Деки это участница последнего сезона танцев, старых танцев. А мне кажется, я видел ее. Да, и она очень хороший хореограф. Ладно, ладно, давайте, это интересно. Я хочу посмотреть на это. Пожалуйста. 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 Егор, то есть вы очень сильно выделялись, очень сильно, слишком сильно был акцент только на вас, и мне не хватило остальных ребят увидеть и увидеть их раскрытие на сцене. Но в целом это было супер круто. Спасибо большое. Мигель? Я не скажу, что мне прям это было все супер круто, я соглашусь с Егором, что это не было командного выступления, то, что персонажи были раскрыты как-то, ну, не было в этом единения, понимаете? А, ну что же вы вдвоем говорите-то такое? Каждый дополнял друг друга идеально, на мой взгляд. Это на твой взгляд. Ты и голосуй. Можно я скажу? Давай. Изначально, да и китворча, это не просто команда. Каждый из нас, каждый из нас здесь, это единица. Мы разные, ни один из нас не может танцевать так, как танцует другой. И в этом наша уникальность. Это то, что мы хотели здесь показать. В целом это самое стильное выступление, которое было. Это реально так. Ну, я... Ну, посмотрите, как они выглядят. Отлично. Ну. Ну, эффект вау сработал, ребят. Они завелись, смотрите, обсуждают вас уже тут какой час. Неплохое начало. Давайте посмотрим, что будет следующее. Да, надо увидеть ваших конкурентов. Мы сейчас сделали то, чего и хотели добиться. Мы хотели, чтобы каждого из нас смотрели в отдельность. Мы это сделали. Все, все. Нас обсуждают. Какая разница, что там думает Мигель. О, Господи! Раз, два, три. Дожики в стол! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Решайте, кто спустится в склеп. В новом выпуске участники должны пройти еще более суровые испытания за еду. Вики лежит под землей, и вокруг нее 33 змеи. О, это я виновата в том, что Вики там сейчас. У меня сейчас остановится сердце. А в лагерь приходит новая участница. Это Лена Катина из группы Тату. Рыженькая, которая... Какие фобии! Все, все, которые можно только представить, это мои! Звезды в Африке. В воскресенье. Восемь вечера на ТНТ. Данц с вами, данс с вами, баус. Большое спасибо, что вы принесли стайлак сегодня в эту программу. Мне показалось, что это не командное выступление, но в целом это было суперкруто. Я не скажу, что мне прям это было все суперкруто. Но что же вы вдвоем говорите-то такое? Каждый дополнял друг друга идеально, на мой взгляд. Неплохое начало. Давайте посмотрим, что будет следующее. Мы команда DS Crew из города Пермь. Город замечательный на самом деле, и в нем очень много можно реализовывать. Но есть такой стереотип у молодых ребят уехать за образованием, за лучшей жизнью. Ну, в общем, кто, зачем. Нам ничего не остается, как сказать спасибо и начать работать со следующими поколениями. Когда нас знают мало, о нас знают мало. Даже ты делаешь хорошую работу, и ты знаешь, что она хорошая, но она не добралась ни до кого. И это ранит тебя, как человека, который это сделал. Конечно, нам необходимо выбираться из этого кокона, так сказать, который не дает нам возможности показаться максимальному количеству людей. И телевизионный проект – это один из шансов. И когда объявили то, что набирают команды, я просто там ребятам говорил, блин, это шанс. Это просто нельзя пропустить. Типа команда – это вот в этом направлении. Извините. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Игорева Игорева ПОГОЛОВА Игорева А-а-а-а! Субтитры подогнал «Симон» А-а-а-а! А-а-а-а! Слушайте, по мне, вот это стиль. Да, да. Вот это стиль. А кто ж спорит? Ну, стиль. На дипешмод похожи. Абсолютно. Как тебе, Егор? Слушай, ну, я люблю такой стилёк, типа, выйти на пофигизме, так всё сделать, при этом чувствовать себя суперуверенно. Типа, они такие, да, мы всё равно пройдём дальше. Да чё нам? Не факт, даже если они не пройдут, им всё равно. Понятно, да, но они вели себя именно так. Вот, и это круто. Это подкупает. Да, 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 скажи, 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 Егор, да. Ну, во-первых, спасибо за музыкальный выбор. Спасибо. Прямо окунули меня в молодость. Никому бы никогда в жизни не пришло бы в голову под эту музыку в то время так танцевать. И это, конечно, очень круто. И объединено это только одним – иронией. И вот за эту иронию, конечно же, вам… Браво. Браво. Спасибо, да, спасибо. Давайте позовём ваших конкурентов под бурные аплодисменты. Сейчас будет решение. Начнём с Мигеля. Ну, если ты взял какой-то определённый образ и претендуешь на что-то, на восприятие тебя зрителем, то, мне кажется, надо держать это от начала и до самого конца. И вот эту целостность я увидел в команде DC Crew. Егор Крид, твой выбор. Я за Деки. Повесил интригу Егор Крид. Всё решит. Егор Дружинин. Мне понравился ваш номер. В нём, как раз, на мой взгляд, всё было очень целостно. Мне кажется, что у вас крутой потенциал. Что вы не просто так организовались, что вы уже есть и вы будете. Про вас не знаю. То, что я увидел, это ирония. Стилёк. Неплохое исполнение. За которым я не знаю, есть ли у вас техника или нет. А вот мы и посмотрим. Это всего лишь навсего стиль или за этим будет что-то ещё. Я отдаю вам... Здесь Crew проходят в следующий тур. Я не ожидал. Встретили, мне кажется, нас менее ярко, чем в предыдущую команду. Но когда мы начали работать, публика чувствовала, что вот она греется, всё ещё и греется. И когда мы закончили, там уже было прямо пожар, в зале был. Круто. Очень круто. Спасибо проекту за возможность так показывать себя. Офигительные шансы. Какой вопрос? Значит, на Евровидение поедите. Я думаю, что просто наша танцевальная комьюнити к этому ещё не готова. Ну, либо они старые просто и всё. Ну, значит, мы будем просто двигаться своей дорогой. И всё. Вот то, что мы здесь не остались, это даст нам такую возможность выйти и взорвать где-то в другом месте. У этих ребят я не уверен, что где-то что-то получится помимо этого. А почему ты проголосовал за... Блин, да я визуал. Здесь ребята, ну, типа, во времени, здесь и сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я уверен, что зрители будут думать, что, блин, чё не деки? Вот деки надо было прогусить. Но это мне докажут. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть... Это жёстко сейчас будет звучать. Давай, давай. Говори, говори, говори. ОК, есть стиль и есть колхоз. Так. Вот у меня как будто вот сейчас это было... Вот это был колхоз? Я опять же говорю именно, типа, тут был стайлак в движениях, в их манере. Но в целом, вот если поменять луки, то однозначно правая команда. Ну вот, целостно мы же смотрим на всё. Ну типа, чёрные очки, порезанные колени. Ну камон. Ну типа, это не 21-й год. Правильно, так они и хотели. Сделать атмосферу, ну как бы туда, а не уйти. Ну какую? Это атмосфера 2 года назад. Это атмосфера 22 года тому назад. Давай подумаем и поговорим об этом чуть позже. Сейчас будет батл детей. И я приглашаю первого участника на эту сцену. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Куклин Валерий. Мне 15 лет, я Занинцова. 15 лет тебе? А какой рост у тебя, не пойму? Метр 87, метр 90, что такое. Офигеть. А что вы будете танцевать? Вок, наверное? Авторскую хореографию. Ни в коем случае не вок. Там своё, короче. Всё намешал. Чё получилось, то буду танцевать. Ну давайте, шорты, станцуйте нам что-то. Спасибо. 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 Сказал, что Волк не будет танцевать. Ну ты дал, конечно. Интересно, интересно. Вок ни в коем случае. Намешал всё, но Вок ни в коем случае. Ни движения. Как тебе этот салат, Мигель? Из стилей. Да. Это, думаю... Интересно. Я могу тебе так сказать. Не скажу, что это идеально было станцовано, но интересно придумано. Спасибо. Егор Крит. Да я не знаю, мне в целом понравилось выступление, потому что в начале я такой, о, ну это я уже видел, типа, наскучило уже смотреть одно и то же. И потом переход на Вок. Тут я кайфанул. Это было классное добавление и изюминка в твоём выступлении. Спасибо. Спасибо. Спасибо, давай увидим твоего конкурента. Необычный пацан и одет необычно, и выглядит необычно, и двигается необычно. Ну так. Кефорт на сцене почему-то мне. Я Ульяна. Диана. Мы ещё не знакомились с тобой. Сейчас мне 14 лет. Во взрослой жизни я вижу себя танцором. Что для тебя, в принципе, танцы? То, как душа проявляет себя в мире материальном. То есть это нечто, что связывает внутренний мир человека и внешний. Вау. Танцы занимают очень много времени в моей жизни. Большую часть, так называемого, свободного времени. То есть от учёбы и от сна. Это от полутора-двух до, бывает, девяти часов в день. Дим, ты что танцуешь? Контемпори. Контемпори? Да. Ну, какой-то такой классический? В данном номере, да. А не в данном номере? А не в данном номере я танцую в любой контемпори. К сожалению, в Рязани мастер-классы хорошие, содержательные проходят редко. И мне приходится ездить в Москву, чтобы получать знания. Я посетил огромное количество мастер-классов. Возможно, тысяча или больше. Это были совершенно разные стили. Я уверен, что только изучение разных стилей помогает мне полностью раскрывать возможности своего тела. Ты как-то выглядишь очень спокойно. Ну, я уже научился справляться с волнением. Ты знаешь, ты даже сейчас меня зарядил каким-то спокойствием. Я уверен, что каждому человеку интересно, на что он способен. И для меня проект, я уверен, станет моим, так сказать, ментором, который укажет мне на мои сильные и слабые стороны. Я уверен, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Ай! 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 КОНЕЦ Егор Крит Выступление было шикарное, красава Спасибо Я просто, короче, не вижу в этом танца именно как тело Я вижу, это очень красивые элементы, линии, все, я тебя понимаю Просто, ну, это просто, наверное, не мое Егор Дружинин Ну, это было легко, в хорошем контроле, очень поэтично И по самому номеру несколько слащало И от этого чуть-чуть предсказуемо Но, с другой стороны, сколько вам лет? 14 14 И, наверное, этот номер же вы не сами себе ставили Да, не сам Да Ну, вы очень старательный исполнитель в руках вашего хореографа Спасибо Мигель Слушай, во-первых, ты очень талантливый пацан Ты так прыгаешь У тебя такие данные Вот тебя в хорошие руки И вообще прям Полет великого артиста То есть будь всегда в контроле над тем, что ты делаешь и с кем ты работаешь Выбирай для себя всегда лучшее Потому что ты этого достоин Хорошо, спасибо А давайте вызовем его конкурента И уже будем решать? Ну что, переходим к решениям Ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить обоих Я сразу признаюсь вам, что ни тот, ни другой номер не произвел на меня сильного эмоционального впечатления Первый по причине некоторой его сумбурности А второй номер скорее от его предсказуемости Драматургической Твое исполнение к этому не имеет никакого отношения И того и другого есть за что похвалить Вас за суперконтроль За легкость За полетность За замечательные линии И за то, как вы выучены Вас за вашу смелость За инвентивность И за желание быть непохожим на всех остальных Я, пожалуй, несмотря на очевидность Качество исполнения Склонюсь в вашу сторону Потому что мне кажется, что это было интересно как минимум Егор Крид Я всегда за самобытность Всегда за непохожесть на остальных И всегда за что-то индивидуальное Но именно в этой баталии для меня, к сожалению К моему сожалению внутреннему Потому что я всегда, опять же, говорю За что-то непохожее Дима был сильнее Хоть я и не очень люблю контент Интрига Мигель Я бы хотел поблагодарить вас за смелость И в данном случае Каким бы выбор не был сейчас Я бы хотел, чтобы вы продолжили свой путь Потому что вы талантливы И вы самобытны Но в этой битве для меня сегодня Мне кажется, был сильнее Дима 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 проходит следующий тур Дима, я смотрела И у меня нет слов И у меня нет слов, поэтому говори ты Что ж, я очень рада, что я пошел в следующий этап Это было очень нервное противостояние Но тем не менее Но тем не менее Победа Продолжай говорить Продолжай Я прошу тебя говорить Ничего уже Обними меня, пожалуйста Ну, бедненько О, я сейчас начинаю поесть Ладно В общем, все супер Потом в соло еще приду А взрослые И там Навалю нормально будет Танцуй вместе с участниками проекта Новые танцы Прими участие в онлайн-баттле Заходи в специальный раздел На сайте ТНТ онлайн И участвуй в розыгрыше призов От нашего шоу И компании штата Наша цель Твое Сердце Мы начинаем Новое Грандиозное Танцевальное Шоу Так танцевать я бы не смог никогда Новые танцы В субботу В девять вечера На ТНТ Максим Лазецкий Вероника Полешкина Бальные танцы Я занимаюсь танцами С четырех лет Посвятил, так скажем Всю свою Жизнь Этому мастерству Этой деятельности И мне она безумно нравится В этом году мы стали Вице-чемпионами России До 21 года Как раз в латиноамериканской программе Мы сейчас танцуем только ее Мы сейчас перешли в более взрослую категорию Где с нами соревноваются Безумно Профессиональные ребята Которые тоже Ну занимаются этим уже Не один год И не пять лет Мы встали в пару-три года назад Я переехала из Петербурга Мой как раз переезд Связан с тем Что я не могла найти В своем городе партнера И Пришлось даже поменять город Ради спорта Ради своей мечты И вот мы встретились так вот С Максимом Мы попробовались Решили создать наш танцевальный союз Это лучшее, что случалось со мной У нас все прекрасно Ироника очень искренний человек И безумно дружелюбный Красивые длинные ноги Классное тело Ты очень много говоришь Сказали развернут Очень много Неправда Вы откуда? Город Москва И немного Петербурга Немного Петербурга А вы из разных городов? Да Вы что процент Контепт, да, будете танцевать? Нет, мы покажем Бальные танцы А именно Ча-ча-ча Ча-ча-ча сейчас будет А кто нас спросил уже Пара они или нет? Мы не этом Они не пара А вы же не пара, да? Или вы пара? Если мы станцуем румбу Мы обязательно расскажем Но вы же ча-ча-ча танцуете? Да То есть не расскажете А, то есть если вы в следующий раз Станцуете румбу Да, да, да Хитрые Окей Давайте вашу чачу Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Спортивный инцест называется направление. Ну ладно. Это называется самый надежный дуэт на планете. Я всегда удивляюсь, реально, вот когда, знаешь, там, ну, партнеры танцуют, и типа там у них вообще все там, ну, ну, у меня вот парень есть, там, а у меня девушка. Как парень реагирует, да? Да, я, честно говоря, знаю, насколько я ревнивый, я бы не смог. Егор, ну это как ты с Нюшей поешь, понимаешь? Можно же поиграть. А что, я просто... Подожди, Егор, а ты бы ревновал бы, если бы, например, твоя девушка танцевала с другим партнером? Я не понял себя про сравнение с Нюшей, что это значит? Ну, в плане того, что уже это же игра на данный момент. Какая? Она имеет в виду момент выступления, если ты с ней выступала, и вы играли секс на сцене, но между вами же ничего нет, вы можете это сделать на сцене просто так, потому что это номер. Скоро, я не знал, что ты брат Нюши. Я тоже. Я могу ответить на этот вопрос, что в любом случае у одного из партнеров, неважно, даже в случае нашей с Нюшей, там, условно говоря, у кого-то-то есть точные эмоции, внутри 100%, без них невозможно. Поэтому вот эта отмазка, что мы просто профессионалы, мы танцуем, нет эмоций, это все бла-бла-бла, отмазка, чтобы прийти домой и сказать... Я люблю его, по-братски. Нет, здесь к вам нет претензий, мы говорим про других. Ну, во-первых, ладно, давайте я начну. Давай, давай, давай. Хороший выбор песни. Вот, да. Сейчас мы не специально, чтобы не было потом. Я понимаю, да, трек мне понравился. Единственное, чего мне не хватило, так как это моя песня, и мне не хватило акцентов на какие-то слова, потому что я очень сильно люблю акценты на слова, но вы здесь не сильно отталкивались вообще от смысла, от строчек, от музыки. Вы просто чувствовали бит, как я понимаю. Но это было интересно. Спасибо, спасибо. Мы на самом деле очень любим бально-спортивные танцы, но еще больше мы любим создавать из этого шоу, чтобы это было... У вас получилось. Да нет, слушай, то, что вы танцующая пара на сцене, которая передает секс, а вы брат-сестрой, это уже шоу. Это уже шоу, действительно. Егор Дружинин. Смотрите, мне... Скажу сразу, что мне не понравилось. Мне не понравились какие-то вещи, которые вот в общем тексте были как будто вставками такими, как будто переходики из какой-то другой хореографии, и вот они были такой, вырви глаз, как будто пятое колесо. Это элемент шоу был. Ну, наверное, может быть. И вот всякие штуки, которые вы берете, условно, из джаза или еще из какого-то там, из хопчика, они, ну, на мой взгляд, рудиментарны. И дело не в том, что вы их используете, а дело в том, как вы их исполняете. Они как будто сообщают вашему танцу какую-то неловкость. Вот. А в остальном все круто. Спасибо большое. Но кроме того, что вы брат-сестрой. Спасибо. Мигель? Я единственное скажу, мне почему-то вот то, как вы сейчас стоите и общаетесь на сцене с нами, наблюдать намного интереснее, чем то было, как вы танцевали. Потому что они бешеные. Я понимаю, да, вы абсолютно бешеные. Вот вам вот это бешенство бы все вот туда, в танец окунуть. Потому что вы себя как будто бы сдерживаете. Вы пытаетесь внешне показать какую-то экспрессию, этот задор, сексуальность и все остальное. Но все равно, может быть, из-за того, что вы брат и сестра. Ну что, ребята, давайте мы с вами пригласим ваших конкурентов. К решениям. Это что такое? Я ни разу в жизни не был на соревнованиях по бальным танцам. Вы меня погрузили в эту атмосферу. Спасибо вам за это путешествие. Вы муж и жена? Мы брат с сестрой, родные брат с сестрой танцуем с детства вместе. Пригласим ваших конкурентов. К решениям. Не думал, что я когда-нибудь в жизни буду оценивать бальный танц. И я, наверное, сегодня пойду против себя впервые. Несмотря на то, что была моя песня, мое сердце сегодня у Вероники. Мигель. Очень красивые вы такие стоите перед нами. Я вам хочу сказать спасибо за то шоу, которое вы устроили. Именно не станцевали, а устроили. Шоу устроили. Я сейчас к вам обращаюсь. Выберу тех, кто мне по каким-то причинам просто больше понравился. Я думаю, что, наверное, это будет касаться технических аспектов. Я свой голос отдаю Максу и Веронике. Единогласно. Ребята, спасибо за участие. Эмоции, конечно, зашкаливали до, зашкаливали во время, зашкаливали после. Мы впервые на такой большой сцене. И, конечно, было волнительно. Но очень круто, что все получилось. Хочу Артемию и Марине сказать огромное им спасибо за то, что были нашими соперниками. И с ними было приятно соперничать. Сравнивая с нашими соперниками, достойные ребята, мы их очень уважаем. Но... Но. И многоточие. А будет зрительское голосование, нет? На сцене шоу «Новые танцы», талант и красота всегда вместе. Чувствовать себя уверенно и блистать нашим участникам помогает официальный стилист проекта «Эстель». «Эстель», у красоты есть имя. Здравствуйте. Влада, ты первый человек, который танцует под музыку, под которую все выходят. Честно. Ты настолько любишь танцевать. Я раньше занималась художественной гимнастикой. Я дошла даже до кандидата в мастера спорта. Да. И бросила. Не скажу, что меня водили насильно. Моя мама не смогла бы в жизни этого сделать. Но она как мой лучший друг, и у нас общение строится на доверии абсолютно. Мама говорит, если ты хочешь, когда-нибудь набьешь татуировку. Если ты хочешь, тут я всегда поддержу. Именно на таком доверии мне не хочется ничего такого делать. Ей очень нравится, что я делаю сейчас. Это такое теплое ощущение, какое-то чувство, когда мама получается такой близкий человек, твой самый главный фанат. Папа мой относится к этому негативно. У нас очень плохие, можно сказать, плохие отношения. Просто негатив льется от человека, и всегда очень много неприятных слов бросается. И самое смешное, что на следующий день буквально не помнит папа. Сложно говорить, что сказал, что чем-то мог обидеть. Сейчас я говорю не такие слова, что мне хочется, чтобы папа посмотрел на меня и понял, насколько я хороша в танце. Папа мог на меня посмотреть уже как 4 года, как я хороша, не хороша в танце, неважно. Мой уровень оценивать уж точно не ему. Во мне папа, мне кажется, видел гимнастку, что я спортсменка, для него это важнее. То есть танцы, это же не то. Из-за того, что он даже не смотрит, что я делаю, он не может понять. Мне хочется на сцену, мне хочется ловить ощущение того, что я нужна на этой сцене. КОНЕЦ! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И акробатические элементы, и твоя экспрессия, и сексуальность, и все это в целом, мне кажется, должно помочь себе пройти дальше. Спасибо большое. Спасибо, Мигель. Мигель. Слушай, после того, как ты во вторую позицию села, я начал наблюдать за твоими возможностями тела и просто с ума сошел. Невероятно круто. Спасибо. Спасибо. Игорь Дружинин. Я согласен со всем в этом номере. Вот я бы так бы сформулировал. Спасибо большое. И это удивительно. Единственное, с чем я не согласен. Я ждала. Вот не можешь ты, да. Это перекидной, да? Так называется этот элемент? Зачем он был нужен? Мне почему-то показалось, что он был лишним. Как будто... А теперь я продемонстрирую вам, что я это могу. И главное, что ты зашла на него через такой препарацион, через такую подготовку, что мы сразу... А, а, да, сейчас будет. А ты уже рассматриваешь под микроскопом просто, да? Да, у меня очки даже для этого специально. Вот. Но самое крутое было, как ты вышла такая радостная, такая солнечная, такая питерская, такая, без белых ночей. И потом началось. Начался концепт. Началась, зернилась, стала такая, не знаю, замечательная, загадочная, очень чувственная. И крутая. Спасибо большое. Отпускаем тебя, но ненадолго. Хорошая. Хорошая. Ну что, встретим последнего участника первого этапа. Здравствуйте, Анна. Вы как-то очень юно выглядите. Сколько вам лет? Шестнадцать. Шестнадцать, моя хорошая. И давно ты танцуешь? Ну, достаточно. Профессионально семь лет. Занимаюсь танцами я с трех лет. Меня тут отправили, потому что ноги были колесом, они у меня были кривые. И со временем ноги так и не выпрямились, а желание к танцам появилось. Я бы, наверное, так особо не обращала на это внимание. Просто маму как-то, ей не нравилось, и мне и бабушка тоже постоянно говорила, вот на каблуках ходить не сможешь. Ноги будут некрасивые. Благодаря танцам я все же в какой-то степени начинаю любить себя. Ну вот сейчас я себя люблю, потому что я сейчас красиво, меня накрасили, меня причесали, все хорошо. А вот с утра я себя не люблю. Мне кажется, что как только я на экране увижу хорошее отражение себя, все будет намного лучше. Мне кажется, проект мне поможет обрести ту уверенность, которую у меня пока что нет. А ты знаешь, с кем ты в баттле стоишь? Да. Ну и как она тебе? Она мне очень нравится. Да, она офигенная. А вы знакомы? Да, мы сдружились после того, как узнали, что вместе баттле стоим. Она классная. У нее, опять же, очень хорошие технические данные, и в этом плане мы похожи. Это явно будет сложно. Ну ничего страшного. Мы обе сильные, но без ног. Просто мы обе сильные, и это круто, что нас поставили вместе. Это будет интересный баттл. Я же всегда осознанно шла, я осознанно понимала, что будет тяжело. Ну что ж теперь? Не боюсь. Игра «Дайте шума!» Новый баттл. Камызяки против женской сборной. Классно! Я говорю, классно, что это закончилось. Вы что делаете, блин? Ты не смейся, Куляс, ты давай, снимай этот парень. Сейчас, не дай бог, Наташа Королева увидит. Опять закрутится, завертится, задельфинится, зарусалится. Сборная нулевых против Астаны. Парни, первый президент звонит. Смотри, номер плюс семь. Мазарбаев. Союз против Наполеона. Папка нашла айпад. Борьба за 30 миллионов рублей продолжается. Игра. В воскресенье в 9 вечера. Было классно. На ТНТ. Данц с видми, данс с видми, баус. Это было суперпрофессионально. Были сложные элементы, акробатические элементы. Хорошие. Третьим последнего участника первого этапа. А ты знаешь, с кем ты в баттле стоишь? Да. Ну и как она тебе? Она мне очень нравится. Да, она офигенная. Хорошие. Она мне очень нравится. Так. Давай! КОНЕЦ ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Тихо не разнесла, по-моему, нет? Вот они, тихушницы какие. Да. Ну как тебе, Егор? Мне очень понравилось. Я не знаю, вот как сейчас выбирать. То есть очень сложно будет. Максимально сейчас, наверное, самое сложное решение. Номер крутой, очень. Спасибо. Но вот что касается меня, вот теперь видно, там тоже был этот же элемент, который был у предыдущей участницы. Ну вот это колесо. Только оно было не боковое, а фронтальное. Да, вперед. Оно было сделано без подготовки, очень уверенно и по делу. Но с другой стороны, мне просто показалось, может быть, что это высказывание, вот как будто не твое, как будто кто-то чужой пришел и сказал тебе, давай ты станцуешь вот такую злую девочку, молнии будут летать у тебя за спиной, а ты такая повелительница бурь. Ну, посмотри на тебя, какая ты повелительница бурь. Было такое? Ты повелительница бурь. Или это твое желание такого номера? Мое. Твое? Мое. Я вообще очень, очень агрессивная. Я, например, агрессивнее не увидел. Я видел какую-то характерность? Да. То есть ты приобрела абсолютно другой характер и в этом характере станцевала номер. Сюжет, я не понял, о чем это было. Прикольно, что здесь в этом присутствовал какой-то противоположный твоему естественному состоянию характер. Но в конце концов ты сама принимаешь решение. Ты выбрала этот номер для того, чтобы его нам показать. Ты его классно станцевала, мы уважаем твой выбор. Спасибо большое. Мигель, я так и не поняла, тебе понравилось или нет? Да, мне понравилось. Мне понравилось. А зовем твою конкурентку. Как сказал Егор Крид, сейчас будет самый сложный выбор. Егор Дружинин. Я ловлю себя на мысли, что в последнее время все чаще и чаще использую этот термин органика. Мне кажется, что для каждого танцовщика важно не просто выбрать себе направление и в этом направлении состояться. Но важно, чтобы это направление ему подходило. Я сейчас говорю даже не о хореографическом направлении, потому что оно у вас одинаковое, а скорее о том смысле, о тех настроениях, которые вы вкладывали в свои номера и которые вы транслировали. И мне почему-то показалось, что у Ани было отличное исполнение, но как если бы вот тема не совсем твоя. У Влада были, на мой взгляд, какие-то помарки, какие-то огрехи, и я тоже о них говорил. Но то, что ты делала, мне показалось было более органичным. Ты как будто шла от себя и была в этом суперубедительной. Как я говорил, я совсем, совсем в твоем номере согласился. Спасибо. Егор Квит. Мне понравились оба выступления. В них есть что-то общее, но при этом они абсолютно разные. Есть одинаковые элементы, но они сделаны абсолютно по-разному. И несмотря на то, что Влада старше, вот поверил я больше Ане. Поэтому я за нее. Мигель. Влада, мне очень понравилось, как ты танцевала. Восхищаюсь твоими возможностями, контролем. Мне было чуть-чуть многовато. В какой-то момент я понимаю, что я устал, и уже можно было бы и закончить. Наверное, это получилось только из-за того, что я насладился уже всем движением, которое ты исполняешь, в принципе, тобой, но не увидел характера. Анна. С самого первого движения как раз наоборот получилось. Мне очень понравилась ваша выразительность на лице. То, как вы меняетесь во время того, как начинаете исполнять что-то. Вы действительно артистка. В тот момент, когда распустились ваши волосы, я думал, что это не запланировано, потому что дальше пошло не совсем все устойчиво у вас. Мне казалось, что вам это мешает. И немножечко начал сомневаться в вашей способности вообще, в принципе, стоять на ногах. Спасибо вам большое, было круто. И из вас двоих я все-таки выберу человека Старактар. Я не знаю, как это произошло. Я прошла дальше. Это для меня полный шок. Я этого вообще не ожидала. Неожиданно просто. Когда я увидела свою соперницу, я была, в принципе, уверена, что раз собирать вещи, лучше вообще не выходить. Но... Но обыграла. Случайно вышло. Никакой эмоции, что я проиграла, у меня нет. Это уже честь для меня, что я здесь. А так, то, что проиграла, но по-любому кто-то бы ушел. Так что, абсолютно была классная борьба. Девочка, а именно Аня, потрясающая. Ей желаю удачи. Она крутая. Все. Так что, все хорошо. И вообще, по тебе. Спасибо. Спасибо. Очень круто закончить. Ну, всего этого первого этапа на тебе. Спасибо большое. Спасибо большое.